OBD2 код неисправности техническое описание, круиз-контроль, вентиляционное управление, высокий уровень сигнала, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, марки автомобилей могут включать, но не ограничиваются ими, Dodge, Jeep, Honda, Chrysler, Ram, Hyundai, Chevrolet и т.д. Круиз-контроль – это функция, которая делает управление автомобилем более удобным и обеспечивает более плавные ощущения от вождения, хотя его основная функция заключается в контроле скорости вашего транспортного средства, у него есть и другие применения. Например, он позволяет вам ускорять или замедлять автомобиль на 1 милю в час, например, простым нажатием кнопки, он также защищает вас от отключения, как только вы нажимаете на педаль тормоза, кроме того, вы не сможете активировать его, если ваша машина движется со скоростью менее 25 миль в час. Система круиз-контроля вашего автомобиля управляется ESM, модулем управления двигателем и, или, возможно, модулем круиз-контроля, ESM использует огромное количество показаний для автоматического контроля скорости вашего автомобиля, если вы не можете автоматически контролировать скорость вашего автомобиля с помощью круиз-контроля, ESM запустит тестирование всей системы круиз-контроля, чтобы определить, есть ли какие-либо проблемы внутри. В большинстве случаев вентиляционные системы круиз-контроля используются в системах круиз-контроля, чтобы гарантировать, что ESM способен регулировать вакуум внутри системы, функциональность дефлектора является неотъемлемой, потому что иногда он может напрямую влиять на работу сервопривода круиз-контроля, а сервопривод отвечает за механическую регулировку и контроль вашей скорости, когда круиз-контроль активирован. Если во время теста выявляется текущая проблема, ESM активирует код круиз-контроля, который коррелирует с обнаруженной проблемой. P0588 – это общий код неисправности, который относится к «высокая цепь вентиляционного контроля» круиз-контроля, появляется, когда тест, проведенный ESM, обнаруживает более высокий, чем обычно, электрический уровень в вентиляционной цепи круиз-контроля. Переключатели круиз-контроля, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этой проблемы невелика, поскольку вы все еще можете водить машину, даже если на ней обнаружен код неисправности P0588, тем не менее, весьма вероятно, что система круиз-контроля вашего автомобиля не работает активно, рекомендуется решить эту проблему как можно скорее, особенно если вы часто полагаетесь на систему круиз-контроля вашего автомобиля, это сделано для того, чтобы предотвратить усугубление проблемы и предотвратить возникновение других проблем. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы диагностического кода P0588 могут включать, если код хранится в PSM, существует высокая вероятность того, что скорость управления автомобилем не будет установлена при использовании круиз-контроля. Проверьте, отремонтируйте двигатель, вскоре сигнальная лампа на приборной панели может загореться, в некоторых случаях ESM должен определить проблему три раза. Прежде чем загорится сигнальная лампа, перегоревшие предохранители могут присутствовать в некоторых случаях, одна или несколько функций круиз-контроля не работают, нерегулярные, прерывистые функции общего круиз-контроля, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода круиз-контроля P0588 могут включать, проблемный или неисправный переключатель круиз-контроля, плохое электрическое соединение в соленоиде управления скоростью, вентиляции, жгут управления скоростью, вентиляционным отверстием разомкнут или имеется короткое замыкание, вакуумная утечка или препятствие в системе круиз-контроля, поврежденные или корродированные разъемы, неисправный электромагнитный клапан, перегоревшие предохранители, может быть следствием неисправности электропитания в цепи управления вентиляционной системой круиз-контроля, каковы некоторые этапы диагностики и устранения неисправностей P0588. Первым шагом в процессе поиска и устранения неисправностей является поиск технических бюллетеней TSB на предмет известных проблем с конкретным автомобилем. Расширенные диагностические этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы, ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля. Основной шаг номер один для решения проблемы P0588 одним из наиболее распространенных решений является замена переключателя круиз-контроля, поэтому я остановлюсь на этом подробнее. Однако, прежде чем приступить к исправлению, важно убедиться, что коммутатор нуждается в замене, если вы уверены, что переключатель неисправен, следуя инструкциям по диагностике, приведенным в руководстве по техническому обслуживанию. Вы можете начать с обнаружения аккумулятора вашего автомобиля и отсоединения его, затем, при необходимости, снимите крышки болтов колонки рулевого колеса с помощью отвертки или храповика. Возможно, вам придется аккуратно снять центральную подушку безопасности с центра рулевого колеса, отвинтив ее с задней части рулевого колеса. Затем отсоедините электрический разъем, подключенный к блоку подушек безопасности, нажав на боковые зажимы и потянув их с боковых участков из жесткого пластика может потребоваться снятие рулевого колеса для доступа к переключателю, для чего может потребоваться специальный съемник. Примечание, обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию, чтобы узнать правильные процедуры снятия рулевого колеса AIRBAG, характерные для вашего автомобиля. После того, как электрический разъем был отсоединен от переключателя круиз-контроля, отсоедините переключатель, удалив болты, которые удерживают переключатель на кронштейне рулевой колонки, замените старый переключатель круиз-контроля на новый и установите все в обратном порядке, повторно подключите аккумулятор и протестируйте свой автомобиль, убедитесь, что при тестировании круиз-контроля у вас не так уж плохо движение, чтобы помнить о безопасности. Основной шаг номер две Комментируйте или замените любые утечки вакуума, так как они могут создать больше проблем в будущем, если оставить их без присмотра, обратитесь к своему сервисному руководству для уточнения процедур диагностики и расположения компонентов. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет. Продолжение следует...